Господи Иисусе Христе, Сын Божий, лишь ради причисления Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истины, и живездецей, и все исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди вселися вны, и очистены от всяких скверны, и спаси, Боже, души наши. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благодарим Тебя за этот день, за то, что Ты вновь нас собрал. Благодарим Тебя за голговскую жертву и за кровь, пролитую за нас на кресте. Господи, мы здесь собрались, чтобы изучать Святое Твое Божие Слово. Даруй нам, Господи, понимание, любовь к Твоему Слову, чтобы мы не просто читали, а исследовали его, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Господи, помоги нам уразуметь. Не дай нам уклониться ни вправо, ни влево от истинного понимания слов священного Твоего Писания. По молитвам святителя Феофилакта Болгарского и святителя Иоанна Златоуста и всех святых, мы Тебе славу и салам, Отец, Сын и Святой Дух во веки веков. Аминь. Итак, сегодня у нас 21 февраля 2024 года. Сейчас я сделаю демонстрацию. И надеюсь, вы будете меня... Ну, имеется в виду, экран хорошо видеть. Мы, напоминаю, что мы проходим послание к филиппийцам апостола Павла, и уже она всего состоит из четырёх глав, и мы уже заканчиваем третью главу. Вот. Хорошо меня слышно и хорошо ли видно демонстрацию? Хорошо. Ну, ладно, если меня не слышно, там кто-нибудь напишет. Всё видно и хорошо слышно. Благодарю, сестра. Так, на прошлом занятии мы проходили... Давайте вспомним, о чём говорил апостол Павел на прошлом занятии. Мы продолжаем увещание апостола Павла и учение к филиппийцам. Вот. Он говорит, в частности, он говорил, я всё, говорит, почитаю читой ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и всё, почитая засор, чтобы приобрести Христа. И потом он говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперёд. И давайте перейдём сразу к 14 стиху. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе». Толкование блаженного Феофилакта. То есть вот этот стих непосредственно нужно читать в контексте с прошлым стихом. То есть он говорит, я стремлюсь, говорит, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели. Какой цели? К почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе. То есть вне Иисуса Христа ты не можешь достигнуть высшей почести звания. Да и вообще никакой почести ты не сможешь достигнуть, как хорошо сказал протеерий Олексинев. Он говорит, во Христе мы что-то, вне Христа мы ничто. Давайте прочитаем толкование. «Стремлюсь к цели, к почести Вышнего Звания Божия во Христе Иисусе». Я, говорит, бегу не бесцельно, но устремляю свой взор к цели. Какая же это цель? Почесть Вышнего Звания. То есть нетленного, которое на небесах, потому что подвиг происходит внизу, но венец вверху, во светлости святых. «Ибо и царь, удостаивая подвижников в большей почести, венчает их, призвав к горнему. Целью показать, что всё делается с помощью Христа, без которой и подвиг бывает неуспешен. То есть без помощи Христа и подвиг бывает неуспешен, говорит, во Христе Иисусе, то есть при Его содействии. Вот он говорит, что у христианина должна быть определённая чёткая цель. Он не должен вслепую ходить. Как вот, например, пишет апостол, даже не апостол, да, и апостол Пётр пишет, и апостол Иуда, он тоже пишет, что не уподобляйтесь, говорит, людям, у которых нет цели, у которых нет в горизонте своего видения Иисуса Христа. Они, говорит, те, которые без цели, они бывают соблазном и называют их безводными облаками, носимыми ветром. Называют осенними деревьями, бесплодными, дважды умершими и исторгнутыми. То есть когда ты не знаешь, вот Слово Божие ты не читаешь, у тебя нет руководства к твоей жизни. Ты руководствуешься ложными какими-то ориентирами, ориентирами мира сего. И ты говоришь, ну вот так вот все, вот к примеру, да, все берут ипотеку. Всё, значит, надо брать ипотеку. Ну, неужели ты там, что, умнее других, что ли? Потом все отдают детей в обычные школы. Вот, ну и всё. То есть он не смотрит на том, он идёт вот как куда ветер дует, туда он идёт. А верующий человек как? Он сначала исследует, что за садик. Так он будет искать, где какие-то, может быть, специальные детские заведения, где верующие ведут, или, может быть, сам начнёт заниматься воспитанием ребёнка. Может быть, найдёт воспитателя. Да, он будет как бы, может быть, в убытках, но он лучше вложится, чтобы человек, ребёнок с детства был наставлен в законе Божьем. Почему? Ну, потому что если ты, как Златоуз хорошо говорит, если ты не наставишь ребёнка своего и не научишь его закону Божьему, то ты будешь хуже убийцы, потому что убийца убивает тело, а ты будешь виновен в бессмертной душе. А мы знаем, как школа, как окружение очень пагубно действует на наших детей. И если ты всецело максимально не посвятишь, не отдашься воспитанию ребёнка, то его можно просто потерять. Он поддастся влиянию окружающего мира, потому что он подвержен и в школе, и в интернете, и друзьям, и двор, и прочее, и прочее, и прочее. Тебе очень много придётся постараться. Поэтому у православного христианина должна быть чёткая и конкретная цель, куда он идёт, чтобы на этом сосредоточиться и только об этом думать. То есть пришёл день, Господь говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своём. А именно всё внимание сконцентрировать на сегодняшнем дне. Встал вовремя, поднялся, встал на молитву, помолился, качественно помолился, потрудился, позавтракал, пошёл на работу и внимательно взял Евангелие, положил куда-нибудь с собой в сумку, две, трое. Вдруг Господь пошлёт человека. Сразу раз ему засвидетельствовал о Христе, дал Евангелие, дал наши координаты, нашего сайта orthodoxbible.ru, показал ссылки на наши каналы, чтобы о людях же никто не заботится. Никто не печётся, чтобы людей наставить в Слове Божьем. Даже в храмах порой бывает, что в некоторых ты придёшь там, отторабанят службу, потом панихиду, потом молебен, потом и всё, и до свидания. И человек так уходит, и это бывает изо дня в день. И до сих пор он, доживая до стольки лет, и никто ему не говорит о жертве Христовой. Вот сестра Девора приводит стих Писания в чате. 1 Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». То есть о чём здесь говорится? Где тут связь с нынешним стихом? Стремлюсь к цели почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. А связь я вижу прямая. Да, я скажу ещё, братья, что если, допустим, какой-то стих я не смогу привязать, то я попрошу к этому адресату, кто это сообщение прислал, чтобы он прокомментировал, потому что это очень интересно. Как человек видит, и зачем он… Может, я что-то не усмотрел. Но если буду просить комментировать, это не значит, что я его не принимаю. Наоборот, я принимаю, и мне интересно мнение этого человека. То есть, видите, сестра тут привела этот стих «Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями». Мы в этом стихе видим, что апостол Тимофей здесь наставлен, он был апостолом Павлом исповеданием. Видите, которое доброе исповедание ты исповедал. То есть, он был наставлен, и он ещё других стал учить. И вот этим подвигом, говорит, «Подвязайся конкретно, иди к определённой цели». 15 стих. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, если, говорит, вы что-то недопонимаете, то иначе мыслите. Ну, значит, не время. Вы, самое главное, не опускайте руки, а старайтесь Бога искать. Как апостол Павел в послании к римлянам говорит, «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И, внимание, ищущим Его воздаёт. То есть, кому воздаёт? Тот, кто Бога ищет. Да, что-то тебе, может быть, сейчас не открыто, но не унывай, значит, может быть, время не пришло. Самое главное, ты делай от себя всё, чтобы как можно максимально, сколько соответствует твоим силам, Бога познать. То есть, наша цель в христианской жизни, как сказал Серафим Царовский, должна быть в стержании Духа Святого. Искать мы Бога должны в Слове Божьем и во всём. И что Господь нам не спосылает, мы должны всё это анализировать. Это не просто так всё бывает в жизни. Итак, давайте прочитаем снова этот стих и прочитаем на него толкование. Филиппийцам, 3 глава, 15 стих. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Толкование блаженного феофилакта. Что же такое это? То, чтобы забывать заднее. А вот что значит заднее забывать? Свойство совершенного человека — не считать себя совершенным. Потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя. Вот в чём заключается совершенство. Можете даже записать эту цитату из феофилакта болгарского, что совершенство заключается в том, чтобы не считать себя совершенным. Чтобы не полагаться на себя. Потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя. Здесь Павел обнадёживает филиппийцев. Он говорит, как бы, если вы думаете, что всё сделали, то Бог покажет вам, как неведающим должное. Ещё раз давайте прочитаем мысль. Здесь Павел обнадёживает филиппийцев. Если, говорит, вы думаете, что всё сделали, то Бог покажет вам, как неведающим, то есть незнающим должного. Это сказано о совершенстве жизни и о том, чтобы они не считали себя совершенными. Давайте-ка, знаете что? Прочитаем вот этот же стих другого толкователя, чтобы побольше открылось нам это. Сейчас, минутку. Чтобы уяснить со всех сторон. Так, пятнадцатый стих. Давайте Златоуста зачитаем. Тут небольшой кусочек у него. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Златоуст говорит, что такое это? То, что заднее, должно забывать. Почему свойство совершенного не считать себя совершенным? А как же ты говоришь? Кто из нас совершен? Так ли мы рассуждаем, как ты рассуждаешь? Скажи мне. Если ты не достиг, не усовершился, то почему же совершенным повелеваешь мудрствовать то же, что сам мудрствуешь, не будучи ещё сам совершенным? Потому говорит, что это и составляет совершенство. Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, если кто думает и иначе, что он совершил все добродетели. А, то есть, смотрите. Если же вы думаете, что всё сделали, то есть, имеется в виду, что всё заповеданное вы достигли. всё сделали должное. То Бог покажет вам, как неведающим должное. Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. То есть, если кто думает и иначе, что он совершил все добродетели. Апостол предостерегает филиппийцев, но сказал не так, а что? Если же вы о чём иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Смотри, как он скромно сказал это. Бог вас научит, то есть, Бог вас уверит, а не просто научит, потому что учил Павел, но вразумлял Бог. Впрочем, апостол не сказал вразумит, но откроет. То есть, слово «откроет» нужно или покажет вам, как Феофилак пишет. Это значит, Господь вразумит, но «откроет», в кавычках, чтобы показать, или покажет, чтобы показать, что дело происходит преимущественно от неведения. Господь так тебе откроет, и ты поймёшь, что ты думал, что ты всё сделал, а Господь тебе открывает, и ты понимаешь, что ты абсолютно не совершен. Это сказано не о догматах, это важно, но о совершенстве жизни. То есть, речь сейчас идёт именно не о догматах, потому что христианин, он догматы знает, и символ веры, он должен наизусть знать. И если кто-то спросит у него, скажи, как ты веруешь, ты должен ему сказать этот символ веры и объяснить его. Это сказано не о догматах, но о совершенстве жизни и о том, чтобы не считали себя совершенными, так как кто думает о себе, что он уже достиг всего, тот не имеет ничего, говорит Златоуст. А вот интересно даёт толкование на этот стих коротенькое. Итак, кто из вас совершен, так должен мыслить, что мы должны забывать заднее и простираться вперёд. Если же вы о чём иначе мыслите, то есть, если вы не хотите думать, не захотите забывать заднее, то есть, то, что вы сделали, всё должное, то и это Бог вам откроет. Вот хорошо говорит Феодорит Кириллский, он говорит, таких мыслей надлежит нам держаться о предлежащих наградах. Если и не точно знаем, в чём они состоят, предлежащие награды, то должно нам знать, что покажет это нам подвигоположник Бог. Так, у нас в чате вопрос, да? Так, сестра Девора пишет, брат, не знаю, к месту ли, но вспомнила Иова. Ну, давайте послушаем, потому что, может быть, общими усилиями, например, вашими стихами, которые вы сейчас приведёте, у нас более-более эта тема раскроется. Какой стих приводит сестра Девора? Давайте посмотрим. Иов, 22 глава, со второй и третьей стихи. «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» Это, кстати, вот эта вот ваша обратная связь, она и мне тоже как бы даёт понять, что мысль вами тоже принята правильно. Да, сестра, я именно об этом и речь как раз. То есть, когда апостол Павел здесь говорит, «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить». Если же о чём иначе мыслите, то есть, если ты думаешь и свои вот эти вот добрые дела пишешь в копилочку и видишь перед глазами, и думаешь, что ты что-то сделал и Богу что-то принесёшь, то и это, говорит, Бог вам откроет, что на самом деле ты несовершен. Также и сестра вот приводит Иова, где сказано, что «Что говорит за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности?» И вот этот справедливо совершенно следующий стих Лука, 17 глава, 10 стих, он всё это раскрывает нам. Он говорит, Христос говорит, «Так и вы, когда исполните всё вам, всё повеленное вам, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Совершенно правильно, сестра, я благодарю тебя за эти стихи. Вот именно эту мысль как раз и раскрывает здесь феофилакт, и мы ещё читали, цитировали здесь, Феодорита Кирского и Иоанна Златоуста. Именно об этом здесь говорит апостол Павел. Давайте ещё раз эти стихи прочитаем, чтобы они у нас в памяти отложились. к филиппийцам с 13 по 15 стихи. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперёд». Сейчас всё… Некоторые же думают, что вот, я достиг, мы спасены уже, всё. В другом же месте апостол Павел говорит, что кто стоит, бойся, чтобы не упасть. Значит, можно упасть ещё. Поэтому, вот. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперёд, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Итак, кто из нас совершен? Тут в кавычках, наверное, надо поставить. Кто из вас, кто из нас совершен? Ну, имеется в виду, так должен мыслить. Да, совершен в полном смысле, не в кавычках. Если же вы о чём мыслите иначе, то есть думаете, что вы совершенны, то и это Бог вам откроет. Что откроет? То, что удовольствия вседержителю никакого нет, что ты праведен. И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Ты спасаешься исключительно по милости Божией. Ну, соответственно, ты должен и делать правые дела, не худые же тебе дела делать. Надеюсь, это понятно, эти стихи. Так, переходим тогда к 16-му. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Толкование блаженного Феофилакта. Что, говорит, мы доселе сделали, того и должны держаться, то есть единомыслия и мира, и по тому правилу жить, то есть той же верой и для той же цели. Ибо правила не допускают ни прибавления, ни убавления. Итак, вы не приступайте велений Святаго Духа. «Человек создан для добра». Вот сестра Девора пишет. Помогите найти сестре именно местописание, где конкретно говорится, что человек создан для добра. Это, наверное, с таких стихов и не одно, хотя бы одно бы найти. Так. Ну что же, я думаю, давайте еще прочитаем толкование других авторов на третью главу филиппийцам, 16 стих. «Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить». Как обычно, начнем со Златоуста. Что это значит? Это значит, а между тем будем держаться того, что мы совершили, то есть любви, единомыслия и мира. О чем вот здесь речь-то как раз идет, что, впрочем, до чего мы достигли, а мы достигли до любви, до единомыслия и до мира. И поэтому старайтесь, говорит, вот это самое главное — сохранить это ядро всего. Именно любовь, единомыслие и мир. Скиньте кто-нибудь, братья, вот этот стих, что у вас должны быть одна душа и одни мысли, апостола Павла. Вот Златоуз говорит, «Это мы совершили». То есть мы достигли этого — любви, единомыслия и мира. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Впрочем, до чего мы достигли. То есть это мы уже совершили. Видишь ли, что он своё учение хочет поставить правилом. Правило не терпит ни прибавления, ни убавления. Это вот, к слову сказать, правило не терпит ни прибавления, ни убавления, к слову сказать, о церковных правилах, о правилах церкви. Оно не терпит ни прибавления, ни убавления. А то у нас говорят, что каноны — это хорошо церковные, но 413 правил в канонах не соблюдаются на сегодняшний день. Это подсчитывал Игнат Тихонович Лапкин. Правило не терпит ни прибавления, ни убавления, иначе оно перестанет быть правилом. И по тому правилу жить, то есть той же верой, тем же наставлением. То есть то, чего вы достигли, мира, любви, единомыслия, это храните и старайтесь по этому правилу жить. То есть это как бы… Что такое правило? Это та грань, за которую ты не должен переступать. Это как бы правило, это вехи на пути к Царствию Божию. Вот сестра его расспросила, этот стих. И вот сестра Иоанна, она привела стих, что человек создан для добра. Это Ефесянам 2 глава, 10 стих. «Ибо мы, Его творения, созданы во Христе и Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». То есть ничего лишнего, всё конкретно и лаконично, и к месту. И вот прям апостол Павел в очередной раз говорит, чтобы слушающие и внимающие его словам подражали ему. Смотрите. Филиппийцам 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Толкование блаженного Феофилакта. Выше апостол Павел сказал, «Берегитесь псов». И таким образом отдалил филиппийцев от них. То есть филиппийцев отдалил от этих псов. «Волков в овечьей шкуре», так скажем. Теперь Павел прибавляет их к тем, то есть филиппийцев, ну, свою пасту прибавляет к тем, которые ведут, внимание, добрую жизнь. Вот к этим людям мы должны прилипляться. Кто ведёт именно добрую жизнь. А не то, что мы вслепую должны ходить. А там, а какой жизни этот человек? Да какая тебе разница, не суди, и всё, и ты не должен. Нет, ты должен исследовать, ты посмотреть должен, какой жизнью этот человек живёт. И искать того человека, у которого слова не отходят от дел. Конкретно этот стих этому учит, я в этом вижу. «Теперь он приближает их, то есть слушающих, к тем, которые ведут добрую жизнь. Ибо это и значит, смотрите, то есть обращайте внимание на них. И, видя в них первообраз, подражайте им. Как во мне имеете вы образец, так и в них. Ибо он учил их не только словами, но и в своей жизни. И в повелении являл себя примером. И в поведении являл себя примером. В этом и состоит совершенное учение». То есть, когда ты учишь, а жизнь не ведёшь по своим словам, а других учишь, то это несовершенное учение. Давайте зайдём в чат и посмотрим. Брат Виктор Савченко приводит Михея. Шестая глава, восьмой стих. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Это вот, я же говорю, что тут не один стих, там очень много таких стихов, что человек создан для добра, для добрых дел. Сестра Наталья Усатая приводит. Видимо, о псах она приводит эти стихи. Исайя, 56 глава, 10 стих. «Стражи их слепы все и невежды. Все они немые псы, немогущие лаять, обредящие лёжа, любящие спать». Это именно к волкам в овечьей шкуре относится стих. И к филиппийцам, ой, 2 Коринфянам, 11 глава, 13 стих. «Ибо таковые лжи апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых». Благодарю. Брат Виктор Савченко приводит Псалом 36, стих 3. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину». Да и вообще я больше скажу по поводу этого. Там даже сейчас можно уже эти стихи не приводить. Почему? Потому что Христос говорит, «Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдёт». А соблюдение заповеди – это и есть в полном смысле этого слова «добро». Сестра Наталья Усатая приводит к кремлянам 2 глава, 29 стих. «Но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему, и похвала не от людей, но от Бога». К филиппийцам, 3 глава, 18 стих. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Толкование блаженного Феофилакта. «Не называют таковых по имени, чтобы не привести в возбуждение, но всё-таки даёт филиппийцам понятие о них, когда говорит, о которых я часто говорил вам. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». А теперь, так как зло увеличилось и распространилось, я даже не могу и вспомнить о них без слёз. «Видишь ли его сострадание?» То есть видишь ли сострадание апостола Павла? Он, сострадая, другие бы глумились, говорили, «А, он грешник, он погибший», а он со слезами говорит. «Он плакал не о своих собственных пороках, так как он их не имел, но о том, что другие жили, не сознавая своих пороков и в утехах. Некоторые лицемерно исповедовали христиан, но жили в утехах и спокойствии. Их-то и называют апостол врагами креста, потому что крест ищет души, готовой на смерть, жаждущей опасности. А они свободны от этого и живут совершенно противоположно сему, то есть в утехах, хотя называют себя христианами. Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестоносную, то есть горькую. Неужели после этого мы не будем страшиться перед мыслью, что тот, кто друг роскоши, земного спокойствия и безопасности, враг креста Христова?» спрашивает Феофилакт. «Подвязайтесь, — говорит Христос, — войти сквозь узкие врата, потому что, — говорит, — многие... А я сейчас найду этот стих. И так далее. У меня не получается найти. Скиньте кто-нибудь, братья, чтобы время не затягивать. А я пока прочитаю у нас сообщение в чате. Так. Сестра Наталья Усатая приводит Еремию, 4 глава, 4 стих. Обрежьте себя для Господа. «И снимите крайнюю плоть с сердца вашего, мужей Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Мы должны всегда знать и отдавать отчёт в том, что гнев Господень никуда не делся. Если он на нас ещё не изливается, имеется в виду на кого на нас, на тех, кто согрешает, это не значит, что его нет. Это значит, что Господь долго терпит. Вот сестра Валентина Сортисон пишет. «Истолкование, говорит, вот эта мысль. Человек создан для славы Божьей и для жизни по образу создавшего его Бога». Да, это ещё и не только истолкование, это из самого Писания. И в одной из книг Царств сказано, что Господь говорит «прославляющих меня прославляют». То есть мы должны именно прославлять Бога своей жизни. А бесславящие меня, то есть тот, кто не прославляет Бога своей жизни, будут посрамлены. Так, филиппийцам, 3 глава, 19 стих. «Их конец погибель, их Бог, чрево и слава их, в сраме они мыслят о земном. Толкование блаженного Феофилакта. Потому что они служат Ему как Богу, кому? Чреву, и всячески угождают Ему. Для одних Бог — это деньги, для других — это чрево. О них Павел говорит в другом месте. «Будем есть и пить, ибо завтра умрём». 1 Коринфянам, 15 глава, 32 стих. Также, и не только Павел говорит об этом, они и всегда, и нам, каждому из нас, я думаю, вы можете согласиться со мной, люди встречаются и говорят, что «Мы живём одну жизнь, нужно взять от неё самое лучшее». То есть это то же самое, что и «Будем есть и пить, ибо завтра умрём». Это, говорит Феофилакт, новое, вот, говорит, новое идолослужение. На самом деле такие люди и идолопоклонники, кто так говорит, что «Давайте это, ну что ты, как нам, не пить, не курить, что это такое? Живём одну жизнь, надо взять от жизни всё». Это, Феофилакт говорит такие слова, может сказать, чистой воды идолопоклонник. Идолопоклонник. Это, говорит, вот новое идолослужение. «Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, они мыслят о земном». Некоторые понимают это об обрезании, которое они считали славой. То есть слава их в сраме, они думали, что это сказано, что они заключали свою славу именно в обрезании. Но которое, то есть обрезание, на самом деле есть бесславие. Ну, в наше время обрезание – это уже есть бесславие, потому что ты соблюдаешь закон ветхий, когда нужно соблюдать закон «Новый завет». Потому что ты же не будешь руководствоваться в своей жизни, когда пришло солнце луной или фонариком, например, каким-то. Солнце ярко светит, зачем тебе фонарик? Толку от этого нет. «Ибо согрешающие должны бы стыдиться и скрываться, а они считают это для себя славой. Потому что Богом они имеют чрево, ничего не думая о духовном или небесном». Да, благодарю, брат Виктор. Он скинул стих, который я попросил. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». А еще где-то написано «Подвязайтесь войти сквозь узкие врата». Сестра Ольга Матина привела к криминам, 6 глава, 20 стих. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Ну вот этот стих тоже имеет место быть здесь. 20 стих. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа». А мне почему-то сейчас пришли на память стихи царя Давида из 118-го псалма. Правда, на церковно-славянском языке, постараюсь их процитировать. Он говорит «Прильпе земли живот мой, живи меня по словеси Твоему». То есть жизнь моя прилепилась, привязалась к земному. «Оживи меня Твоим Словом Божественным». И вот здесь говорит «Наше жительство именно не на земле, а на небесах. Земное — это все греховное здесь. Имеется в виду. А мы должны мыслить о горнене. То есть с небес мы ожидаем и Спасителя Господа нашего, Иисуса Христа». Какое небо здесь имеется? Имеется в виду духовное небо. Не то, что мы должны стать космонавтами или летчиками и в небо улететь. Именно имеется в виду о духовном небе, невидимом. Толкование блаженного феофилакта. Итак, мы должны думать о Вышнем или о Горнем по-другому, или по-другому о Небесном. Должны стремиться к нашему Отечеству, то есть наше жительство на небесах, где нам назначено жить, так как Господь и Царь наш там, на небе. И оттуда мы ожидаем Его пришествия во славе Отца со святыми ангелами. Итак, и место, и лицо должны возбуждать вас к стыду. То есть и небо, горнее место, и лицо именно имеется в виду и Христос, который придет с неба нас привлекать к ответу о наших делах, все это должно возбуждать нас к стыду, ну, именно, кто не отстал еще от греха. К филиппийцам, 3 глава, 21 стих, который, то есть речь уже идет о Христе, который с неба мы ожидаем спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силою, которой он действует и покоряет себе все. Многое теперь терпит наше тело. Давайте послушаем, что оно терпит. Связывается, бичуется и подвергается бесчисленным бедствиям. Потому оно называется уничиженным телом. Третье. Который, то есть Христос, уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет подобным телу его. Потому оно и называется уничиженным телом, что подлежит тлению и разрушению. Но оно преобразится, то есть оставаясь тем же самым, облечется в нетлении. Сейчас оно тленно, потом оно будет облечется в нетлении. Потому что под преображением нужно разуметь освобождение от тления. Так, как говорит, тело наше сделалось подобным телу Христа через общение в страданиях. То есть мы должны подвязаться в страданиях, так как Христос страдал, и наше тело сделалось подобным телу Христа через общение в страданиях, то оно сделается таким же и в славе Его. То есть не только уничижение оно будет подобно Христу, телу Христову, но и в славе Христовой оно тоже уподобится. Так, как говорит, тело наше сделалось подобным телу Христа через общение в страданиях, то оно сделается таким же и в славе Его. Ах! Что Он сказал? Наше тело будет сообразно тому телу, которому поклоняются ангелы, которое сидит одесную Отца. Оному, преславному телу, будет подобно наше тело и так же прославится, как и оно, тело Христово. Итак, если и вся Вселенная будет слезно оплакивать потерявших такую славу, оплачет ли она их достойно? Так как апостол сказал о великом и почти невероятном, то поэтому говорит, не сомневайся, потому что Он, то есть Христос, имеет силу, Который совершает всё и Который покорил ангелов, архангелов и демонов. Поэтому если Он совершил столь великое, то тем более может совершить гораздо меньше. Кто же покорил? Некоторые говорят, что Бог, Отец, покорил Ему, то есть Христу всё. Но это не вытекает из предыдущего, потому что апостол не говорил выше об Отце. Итак, лучше разуметь это о Христе, Который силой своей божественности покорил себе, то есть своему телу, всё. Не будем бояться, что мы как бы разделяем Христа, ну то есть на божество и тело, не будем этого бояться. Мы знаем Его, Единого, даже в различии Его естеств. То есть естества различны, а Он един Христос. Вот, брат, Виктор Савченко другие ещё стихи привёл под поводу «подвязайтесь войти». Да, брат, благодарю. Давайте зачитаем. «Некто сказал ему, Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им, «подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и невозмогут». Вот именно вот этот стих я просил, благодарю, дорогой брат. Сестра Девора приводит Иова, 19 глава, с 25 по 27 стихи. Иов пишет ещё за много-много лет до пришествия Христа на землю. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истоевает сердце моё в груди моей». Сестра Девора приводит другой стих, 1 Иоанна, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюблены, мы теперь дети Божии, но ещё не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроются, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Благодарю. На что хотелось ещё обратить внимание? К филиппийцам, 3 глава, 21 стих. «Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его силой, которую Он действует и покоряет в себе всё». Именно говорит апостол Павел, что «покоряет в себе всё» и говорит, что «речь идёт конкретно о Христе». А кто же говорит «покорил Христу всё»? И говорит, если скажем, что «покорил Христу всё» Отец, то это будет совершенно справедливо. Стих Писания, что «псалма»… Давайте я процитирую, это второй псалом. Второй псалом. Чтобы долго не вспоминать, я быстренько сейчас процитирую и всё, чтобы это не задерживать. Так. Он говорит… «Покорил Ему всё», то есть Христу. Но здесь Виафилак такую мысль хорошую тоже даёт, что говорит, да и сам Господь, Он себе всё покорил, потому что Он же не просто Его не было, и Он вдруг появился. Как Бог Он был всегда, и Он и покорил. Но речь идёт конкретно о человечестве Христа. Да, вот сестра Девора привела. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Я благодарю, но я другое хотел, сестра, найти. Так. Брат Виктор Савченко, Даниил, 12 глава, 3 стих. «И разумные будут сиять, как светило на тверде». И обратившие многих к правде, как звёзды, вовеки, навсегда. Видите, это вот как раз говорят, что не надо благовествовать, тебе нет разрешения. А вот как раз те, которые многих обратили, а как ты будешь обращать других? Только через благовестие, по-другому никак, как ты их обратишь. А благовестие ты должен человеку засвидетельствовать о Христе. И этот человек ещё потом будет смотреть на твою жизнь, как ты живёшь. Не расходятся ли слова твои с делами? «Обратившие многих, и разумные будут сиять, как светило и на тверде, и обратившие многих к правде, как звёзды, вовеки, навсегда». Что значит «обратить многих к правде»? Именно речь идёт о благовестии, о том, что Господь, Спаситель, явился на землю, чтобы спасти кающихся грешников. Так, ну что, я предлагаю перейти на первую, ой, на следующую главу. Это у нас четвёртая заключительная глава. Так. Заключительная глава. «Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные». Смотрите, какая любовь исходит из уст апостола Павла. Сколько раз он говорит «и вожделенные, и радость, и венец мой». И потом добавляю в конце «возлюбленные». Толкование блаженного Феофилакта. Ещё говорит «братья мои, возлюбленные», дважды называют возлюбленными. «Итак, хотя вы и видите их радующимися и прославляемыми, но вы стойте так, как стояли в надежде, что мы прославимся со Христом, и не отступайте от этой надежды. Заметь, какими похвалами он превозносит их, братья, говорит, и не просто, но возлюбленные, и кроме того, ещё вожделенные, то есть такие, к лицезрению которых стремится душа моя, и ещё радость, и не просто радость, но и венец, славнее которого нет для него ничего. И прежде увещания похвалил их, и после опять дороги, значит, они были для Павла, если он удостаивает их такой великой чести». То есть Павел таким способом, он говорит, как бы «я царь, а вы как бы мой венец», то есть я ко Христу моему войду с этой короной, а этой короной вы являетесь, то есть моё украшение, атрибут моего царства, атрибут того, что я являюсь царём. Как и в другом месте апостол Пётр говорит, что вы, говорит, священство и цари. Всех называют верующим, священниками и царями. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Толкование Блаженного Феофилакта. «Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви». Поэтому он говорит, «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию мыслить тоже о Господе». И вот он говорит, «Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви». Поэтому он поручает их некоему чудному мужу, который был или братом одной из них, или мужем. Быть может, он-то и был темничным стражем в Филиппах». Смотри, Деяние, 16 глава, 23 по 40 стихи. Давайте эту историю прочитаем. Так, сейчас я открою. Это у нас получается Деяние 16-23-40. Давайте эту историю вспомнив. «И дав им много ударов, верни в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их». То есть апостола Павла и силы. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение. Так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и силе и, выведя их, вон сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа и Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, переведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать, «Отпусти тех людей!» Темничный страж объявил всем Павлу, «Воеводы прислали отпустить вас, и так выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним, «Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане, и придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их и отправились». Вот здесь как раз и идёт речь, что «умоляю Еводе, умоляю синтихию мыслить тоже о Господе и прошу и тебя искренний сотрудник». То есть здесь как раз Хефилак говорит, что возможно Павел обращается к этому темничному стражу, которого Павел силой покрестили и весь дом его. «Помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Братья, я всех благодарю за участие, за слушание. Сейчас у нас время Игнатия Тихоновича. Я думаю, что если Бог даст и живы будем, мы начнём прямо с 4 главы, с 1 стиха. Так. Мир вам, Игнатий Тихонович. С миром. С миром, брат. Да. Я сразу, чтобы время не терять, меня попросили спросить у вас. И человек на меня вышел очень вас любит, смотрит ваши ролики. Но сразу скажу, ещё в вере не укреплённой, но уже долго и говорит, что ваши ролики для него как наркотик. И вот он попросил, чтобы я задал вопрос. Он мне написал. Он говорит, суть вопроса, который я хотел задать, вот в чём. Я, проанализировав свою жизнь, прихожу к выводу, что Бог есть и не может вся жизнь быть чередой случайностей. Но порою я натыкаюсь на видео Александра Невзорова и прочитал книгу барона Гольбаха. Я сразу в скобочке скажу, Гольбах это философ, очень знает хорошо Библию, жития святых, но он атеист, и его задача всё это, он скептически всё раскладывает, ну, подобно, как Александру Невзорова. И теперь, продолжает вот этот человек, меня бросает из стороны веры в безверие и обратно и так постоянно. Вопрос мой такой, читали ли вы, Игнатий Тихонович, этого Оля Анри Гольбаха, можете ли вы свой комментарий дать, своё мнение? Скайпа, говорит, у меня пока нет, как будет, у меня скайп с радостью, я бы пообщался с вами. Да Фетих, сколько таких там Гольбахов-то? Зачем они нужны? Это мусор. Если он не верит в Бога, куда? Бери 3.36 Евангелия Триана, верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не умеет жизни, но в небо Божий пребывает на нём. Всё. Мне не надо, потому что я знаю, что судить Господь будет по слову своему, а это всё только мозги засоряет. Если нужно считать, считай творение Иоанна Златоуста. Жития святых, который задаёт такие вопросы, конца края нет. Зачем мне это нужно? В чужой блевоте не копаться. Никак, даже близко не надо. Их сколько было? Все они ушли. Где они? Они все уже давно в аду горят. А мы будем теперь рассуждать о них. Не надо это. Они совершенно ненужные люди. Вера – это отслышание. Так, вопрос снятый. Спаси Христос, так мы её и передадим. Так и передайте, потому что все столы наполнены отвратительной Бриботиной. Нам зачем это нужно? Вы его жизнь рассмотрите. Если он был атеист, атеу против Бога, которого нет, он против идёт. Дурнее ничего нельзя придумать. Ну и что это даёт? Неверующих за гробом нет. Как только глаза закрылись, и душа отошла, в первую секунду они видят демонов и видят генский огонь. Игра кончилась. И зачем я буду туда смотреть, когда я знаю, что без Бога ничего нет? Сказал безумие в сердце своём. Нет Бога. 13-й 52-й Псалом. Зачем я безумные речи должен слушать? Время совершенно нету. Мы должны считать Слово Божие и толкование Его святых отцов. Всё на этом. А и зная это, мы всё знаем. Тут Хедроград хотели в Алтайском крае строить. И какой-то там был, я не знаю, сейчас из Венгрии или из Румынии. И говорили, вы что знаете? Он говорит, я ничего не знаю. Только я знаю, что в Библии написано правильно твёрд, как луна. Вот теперь я изучаю луну, твёрдость, абразивы все эти. И в любом месте, где только упоминается об этом, посмотри, говорит, поучись у муравья, я тщательно изучаю их. Посмотри, какая пчела малая, как она доброго приносит много. Я изучаю пчеловодство. То есть я только Библию должен знать, а с осталью меня не спросится. Это не нужно. Всё, слушаю. Дальше. Игнат Иханович, то есть вы советуете, чтобы этот человек перестал обращаться к другим источникам, которые развращают именно к Слову Божию. Чужая Блеботина называется. Все столы наполнены отвратительной Блеботиной. И всё. Мне это не надо, я стороной обойду его. Вот так. Вот как Валан-то беседовал-то, а боги не верят. Верить надо. А он отвергал это и смеётся над людьми. Да. Давайте там, что там есть серьёзное? Вы вышли? Зачем вы вышли? Как вышел? Вот так вышли. Или нет? Ну тут это, надо зайти меня. помоги, Володя. Нет, слышно, слышно, слышно. Убери тут нагромозились на столе, это может и задел. Так, вопрос снятый, второй, давайте. сделали, не знаю, что-то вы сделали. Вам слышно, говорите, да? Хорошо слышно, Игнать Тихонович. Ну хорошо, давай, видеть-то не обязательно даже. Я слушаю, говорите. Игнать Тихонович, мир вам. С миром. Игнать Тихонович, слушая, именно слушая Библию, я слышала местописание Исаия 49 глава 4 стих. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа, награда моя у Бога моего. Я думала, что, слушая, не видя, думала, что это говорится о благовестниках. Брат Александр Шацкий две недели назад это местописание привел в чате. Я увидела, что речь идет о Господе Иисусе Христе. Вот разъясните мне, пожалуйста, как понять, награда моя у Господа Бога моего. Господь это говорит. Это говорит о том, что вера есть и добрые дела твои, все перед Богом сохраняются. А если бы не так, вы еще раз прочтите, назовите, книга, глава, стих. Исаия 49 глава 4 стих. Сейчас я в чат пишу. А я сказал, напрасно я трудился, ни на что и вообще истощал силу свою, но мое право у Господа и награда моя у Бога моего. Ну, как он говорит, в опрометчивости сказал все лживые. Бывает такое, перегрузка. Он знает, что ему положено это, и Бог не оставит, чтобы не наградить его. Но человек в отчаянии бывает такое, если даже и не так, я все равно ни шагу назад. Я знаю, что он сохраняет все, что мной сделано. Почему говорит, отдавая хлеб семи и восьми, то есть сверх меры эти калачи, кому ты помог, они вернутся и приплывут обратно к тебе. Тут ничего нету непонятного. Это человек говорит, может, перед самой смертью, потому что его умертвили, перепилили деревянной пилой. Но он успел написать это и сказал. Тут не надо никакие глубины искать. 153 большие рыбы. Ну, большие рыбы много, а вот 100 означает одно, 51, 3, одно. Эквилибристика, как шут с бубенчиками. Ничего златоузла это не означает. Означает, что рыбы много. Так и здесь. моя награда у Господа, я знаю, она никуда не денется, чтобы враги не маящили, не махали, не плевали, а у Бога будет все по-другому. Он селин сохранит залог мой. Все. Я удивляюсь, ни на чем вопросы возникают. Надо по-детски верить. Господь сказал, он это сделает. А как он воскресит? А как он из праха Адама сотворил? Ну, как ребро взял? У Бога что, нож был? Из ребра взял спутницу. Как это может быть? Все вместе взятые люди на земле не могут это сделать из ребра, чтобы женщина получилась. Никогда. Как? Верить надо. А вера сметает все на своем пути. Что бы кто ни говорил, а я верю. Я верю, и на этом все. Меня не надо убеждать, рассказывать. Бог сказал, и я сказал, да, и аминь. Слушаю, дальше. Мир всем, Игнат Тихонович. Первое последнее Коринфянам, 15 глава, 29 стих. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Вот доказывают так. Некоторые люди были верующие, но не успели покреститься. И они придумали такой ритуал. Гроб на двух скамейках, как у православных делают. Под гроб залазит другой человек. Совершенно родной, брат, мать или кто. А этот, который крестит и говорит, желаешь принять Христа, а тот под гробом? Желаю. Вот апостол Павел про это говорит, если веры никакой нет, а для чего креститься для мертвых? Для мертвых принимали крещение, как сейчас отпевают младенцев абортированных, которые приходят там с какими-то распашонками их причащают, чего только нету. Ну вот такой обычай был. Все. Этим вот Павел воспользуется и говорит, значит, воскресенье будет. Для чего бы крестились? вот так. Это заместитель, а я за него отвечаю. А у нас точно так же бывает. Ребенка на руках держат, отрекаешься, а я крекаюсь, плюет. Ребенок плевать не может, а взрослый стоит, отплевывается. У нас недалеко от этого отшли, когда крестят детей. Крестить детей нужно очень редко у очень верующих родителей, что они его воспитают, как должно. А если какие попало приходят номинально, не надо крестить. Сплошной обман. Лишь бы деньги взять, как Смирнов Дмитрий говорил. Все. Благодарю. Так. Слушай, давайте еще что есть. Так. Я спрашиваю. Стихотворение, положенное на музыку. Владислав Каващев поет. Я женщинам всем благодарен и в досталь. Вы слышали его? Да, слышали. Ну, слышали. Слышали. Вот. А не слышали? Тут новое вот есть сейчас. Меня спросили, что бы я. Тут прямо стоит в Осетии. Это Виктор Николаевич выставил. Он как раз напевает. Слышали? Можно тоже прослушать. Слышали? Уже? Уже? Что-то не ладится. Не понял. Что происходит еще? Говорят, слышали. Посмотрите, может быть, не помешало бы прослушать. Слышали? никто не может включить или решили не смотреть? Братья, кто за компьютером? Включите демонстрацию со звуком. Ну, прямо здесь, вот сейчас, где находимся, во Свете Библии, занятия молитвы. Тут стоит, меня спросили. Написано «Вихар Савченко». Ну, значит, не надо, это все мертвым. Мертвым.